Всем доброго часа! В этот раз мы двигаемся в сторону Кемери. Это такой курортный городок, сейчас он является частью Юрмалы. В частности, мы едем сейчас через Юрмалу. Вот можете видеть с правой стороны, там за деревьями уже в недалеке находится Рижский залив. И Кемери это курорт, грязевой курорт, курорт сероводородных источников. Был основан почти 200 лет назад. И там отремонтировали очень красивый ландшафтный парк. Кстати, обратите внимание, какая замечательная ротонда. Вообще, Юрмальская дорога сейчас приятно радует. Итак, смотрим, будет много интересного. Желуди созревают. В национальном парке Кемери, ну не совсем национальный, это такой вот парк, который совсем недавно был обновлен. Вон, слава богу, до него дошли руки. Тут было запустение. Изначально эта парковая зона появилась еще в 19 веке. То в 20 веке она была расширена. Ну а сейчас-то конец-то. Тут прошел капитальный ремонт. И преследуем. Я вам кое-что тут покажу, расскажу, что знаю. Обратите внимание, скамеечки, как сделаны. Очень удобные. Сейчас, правда, прошел дождь. И, действительно, они не очень, они мокрые. Но с удобными спинками учитывают, так сказать, как это правильно называется, слово вылетело из головы. Телесную конструкцию, в общем, нашу. Здесь вот лавочки с клумбами. Уже какие-то декоративные ивы посажены приличные. Народ активно гуляет. Все-таки долгое время здесь было запущение. Сейчас совсем другое дело. Там дальше я потом пойду на водонапорную башню поднимусь. Сейчас я видел, что там очередь стоит. Но надеюсь, что если очередь не будет слишком большой, обязательно туда поднимусь, ее сниму. Платный вход. Ну, он недорогой. Два или три евро. В общем, подойду, узнаю точно. Там еще вот есть лягушка, откуда водичка течет. Этой водичкой вот можно умываться, пить. Это питьевая вода. Ну, а Кемери вообще прославилась своими водородными водами, сероводородом. Там я тоже подойду. Около лягушонка есть ступенька. Педалька, вернее. Вот ее педальку нажимаешь, и льется водичка. Указатели в парке, где что находится. Вот знаменитый отель Кемери. Мы к нему тоже подойдем. Я его покажу. Белый лайнер, так называемый, который в межвоенное время, в 30-е годы по проекту Asian Alaba был построен. Таблички на латышском и английском языках. Ну, видать, для русского толщины планшетки не хватило. Деревца, аллеи высажены. Много клумб. Современные беседки. От дождя можно прятаться, как сейчас. Мостики, все было обновлено. Продолжаем гулять. Сейчас пасмурно. Попали мы немного в дождливую погоду. Эти канальчики, которые мы тут переходим, они, кстати, были прорыты искусственно, когда создавался данный парк. Еще в стародавние времена. Ну и сохранились до наших времен. Историческая деревянная церквушка православная Петра и Павла. Построена в 1893 году. Ну, сейчас вот отремонтирована. Таким образом выглядит. Можно заходить. Ограниченное число людей в связи с коронавирусом. Так же вот памятник погибшим в войнах, если я не ошибаюсь. Вообще сам курорт, вот этот Кемери, он появился еще с начала 19 века. Вроде бы как сюда отправляли даже некоторых солдат на реабилитацию после войны с Наполеоном. А в 30-е годы 19 века тут уже появились официальные купальни, постройки. И люди стали активно ездить. Были открыты вот эти сероводородные источники. И уже тогда пользовались ими. Да, вот здесь покоится 97 воинов, павших в боях под Кемерном, как он раньше назывался на русском языке. Великую мировую войну. Первая мировая. Памятник сооружен был в 1925 году. Вот там вот камень, кстати, с именами солдат. Беседка в классическом стиле, на так называемом островке любви. Вот единственное, по тому мостику к ней можно подойти. Восстановлена винтовая лесенка, наверх можно подняться. Ну что, шикарно. И дождик. Идет дождь. Возле значимых объектов стоят информационные таблички на трех языках. В том числе, вот обратите внимание, и на русском. Когда-то здесь был вот такой теремок. А позже, когда это было разрушено в Первую мировую, здесь все очень сильно пострадало, почти все выгорело, было уничтожено. Уже в межвоенное время в виде ротондочки такой классической вместо вот такого новорусского стиля появилась беседка. И сейчас она полностью восстановлена. Также здесь аисты из металла. Обратите внимание, на них замочки цепляют молодожены. Уже совсем недавно открыли, а уже вон несколько замков. Мало того, что парочку даже уже валяются, или это какие-то неудачные замочки. Остров любви, наверное, через этот мост переносят своих жен к этой беседке ротонде. А тут вот вешают замочек. Вот это беседка ротонда вблизи, как выглядит. Здесь прудик вокруг, искусственный каналчик. Тоже, обратите внимание, засадили зеленью, очень такая приятная зона. и даже сделали крышу для птичек, скорее всего, для уток, чтобы они там могли тоже. Островок любви утиной. Удетсторнес, водонапорная башня 300 метров. Сюда я обязательно пойду. В лес от главных дорожек отходят подобные деревянные мостки. Ну, а сворачивая направо, мы попадаем в сад роз. что при дворце отеля вот, там эта водонапорная башня. А вот он сад роз и великолепный белый лайнер, или еще его называют белый лебедь 30-е годы, Asian Laube. Шикарнейший отель был по тем временам. внутри тоже очень красиво оформлен, ну и со всеми удобствами. Горячая вода и прочее. Сейчас, к сожалению, он не функционирует. перепродавали его, там были проблемы, он частично отремонтирован, там идут какие-то работы, но надеюсь, что полностью в ближайшие пару лет его отремонтируют, и он снова распахнет свои двери для постояльцев, потому что сейчас этому много чего уже благоприятствует. Если ковид не благоприятствует, ну, он когда-нибудь пройдет, а территория вокруг ухоженная, и, смотрите, какой вот в историческом стиле замечательный двор. Ну, двор это так, не совсем то слово, как-то они специально называются, вот эти вот пространства, ну, назовем его просто Satros Priateli. Обратите внимание, что здесь не только есть розарий, но и всякие другие растения и кустики. Возможно, каких-то крыш не хватает, ну, а возможно, это было бы и лишнее. Скамеечки, опять же, в историческом стиле. Кстати, вот, обратите внимание, я сам обратил внимание, что все в белом виде, не только розы, лавочки и мусорные урны, но и другие цветы. Здесь вот гортензии, они тоже беленькие, и все соответствуют этому белому дворцу. При белом дворце белые цветы и зеленая трава. И так, вот она водонапорная башня историческая, где теперь сделали мини-музей и смотровую площадку. Но, там большая очередь. Кого, что не подумали, приехали в субботу, а парк недавно открылся, там чуть больше недели, как он всего лишь полностью открыт. Поэтому еще лето, народ естественно валит, посмотреть что да как. Поэтому в этот раз, скорее всего, я не пойду наверх. Ну, не хочу терять там полчаса сорок минут, там пускают малыми группами из-за этого ковида. в следующий раз приеду, когда не будет ажиотажа и спокойно посещу эту башенку, может сниму видео и тоже выложу. Там же обратите внимание стоянка, здесь вообще несколько стоянок, есть пару старых таких и очень, а это вот современная новая зеленью, таким кругом сделана с зигзагами, но она небольшая и в такие посещаемые дни, как сегодня, там не так-то просто припарковаться. все места заняты, нам как бы пришлось в другом месте припарковать машину. Сейчас я иду к красивой исторической беседке и источнику серого водорода, а пока расскажу вам, что этот курорт своего расцвета, пика, добился в начале 20 века, и тут даже был прямой поезд Москва Кемери, представляете, перед Первой мировой войной, перед развалом Российской империи, вот как раз был расцвет этого курорта, как я говорю, к сожалению, с тех времен практически ничего не осталось, он был сильно поврежден, практически уничтожен Первую мировую войну, и это уже восстанавливалось во времена Первой Республики, вот эти вот мостики, как они тогда были созданы, новые беседки, и эта дорога к знаменитому дворцу Белому Лебедю, ну, который тоже еще полностью не восстановлен, вот, ждем его восстановления, там также еще есть определенные развалюхи, которыми что-то тоже будут делать, там есть уже интересные проекты, но об этом в следующий раз, когда я буду посещать смотровую на водонапорной башне. Памятный кабель одному латышскому профессору, медику и ученому, который здесь работал, и в честь его названа аллея. Вот аллея вглубь леса идет, там также если пойти вперед через километр примерно будет интересный очень деревянный павильончик, тоже видите, все отремонтировано, красота. Ну, а вот он источник серого водорода, тут характерный запах стоит, все потому, что стекает в этот искусственный канальчик, сейчас вот какой-то мелкий и здесь же это фантастическая резная белая беседка. Стеклянная треуголка и вот там течет вот этот источник. Подставляем кружки и дегустируем сероводородную водичку. Ну, и вот информационный стенд об этом сероводородном источнике ящерка, который сейчас называется там ящерица большая изображена. А изначально этот источник украшала голова дельфина. А ящерка появилась уже в конце 20-х, начале 30-х годов. Вот там она. И если мы свернем немножко в сторону то здесь будет тоже историческая такая остановка общественного транспорта. Довольно крупная, посмотрите. Много людей может поместиться. Тоже в довольно хорошем состоянии находится автобусная остановка. ür и в Какой простор в парке. Думаю, что со временем вот на этой подобной ей поляне будут люди загорать. Хотя тут пляж рядом недалеке, но тем не менее. Тут можно пикничок устроить, например, культурный. Вроде бы это не запрещено. В водонапорной башне, конечно же, стоит тоже информационный стенд. Здесь вместе с планом сего парка со шрифтом для слепых. И вот как это все строилось. Сама водонапорная башня появилась, когда возрождали этот курорт в 20-е годы. Была сдана в эксплуатацию в 1928 году. И одновременно тут строился вот этот вот замечательный отель Белый Лайнер. Он же Белый Лебедь. Ну и как я говорю, саму башню, а ей сейчас сделана и подсветка, я посещу уже в следующий раз. И тут будет, кстати, кроме башни еще рассказать виды с нее и прогуляюсь немножко по окрестностям. Спасибо за внимание. Оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал и смотрите другие мои видеозаметки. по окрестностям. Спасибо за субтитры DimaTorzok.